Перед тем как сразу к делу, я немножко подстыл, поэтому извиняюсь за качество голоса, которое будет в этом видео, это первый момент. Второй момент это уходящий выпуск в новом году, поэтому автоматически поддержите его лайком, это будет лучший подарок к новому году и подпиской на канал. А вот теперь сразу к делу, и сегодня мы поговорим про очень интересные бюджетные наушники от компании QKZ, которые я купил на Алиэкспресс. Буквально недавно у меня были на обзоре схожие наушники от компании TNR, но фишка этих наушников в том, что они стоят в два раза дешевле. Наушниками от компании QKZ, так же как и наушниками от компании TNR, я попользовался две недели, я их сравнил между собой и расскажу вам свое мнение после распаковки. Приезжают наушники в такой минималистичной упаковке, модель называется ZXT. Это версия без микрофона, так как провод с микрофоном у меня уже есть. Упаковка пестрит разными логотипами, обещают даже Hi-Res качество. Давайте распакуем, за пленку кстати отдельный респект, и распаковывать приятно, и коробка приедет без разных ценников и прочих нюансов. Упаковка идентична наушникам TNR и выглядит очень классно, особенно с учетом цены. Снизу есть выступ, за который нужно потянуть, чтобы достать содержимое. В комплекте есть отличного качества провод. Из явных плюсов он почти никогда не спутывается. Заушные крепления из силикона тоже очень удобная вещь на практике. Пользоваться наушниками очень комфортно. Корпус у штекера тяжелый, металлический, а сам разъем имитирует по золоту. Амбушюры по размеру стандартные, круглые, по форме идентичные TNR, только черного цвета. Дизайн у наушников великолепный. Корпус выполнен из прозрачного притонированного пластика. Элементы в золотом цвете в данном случае, по-моему, выглядят не пошло или безвкусно, а очень даже стильно. Наушники схожи с TNR, но все же QKZ по дизайну мне нравятся больше. Разъемы у них, разумеется, идентичные. Поэтому все аксессуары типа разных вариантов с Bluetooth модулями подойдут на обе модели. И это, кстати, не фишка ради фишки, а вполне практичная история. Провода не отличаются по качеству, есть небольшие визуальные отличия. Но, разумеется, главное это наличие микрофона. Кстати, посмотрите, как пожелтел силикон от эксплуатации. Это ждет и второй провод. Но на работе это никак не сказывается. Да и по дизайну желтоватый оттенок, опять же, ближе к наушникам QKZ. В обзоре наушников TNR я уже объяснял, почему люди до сих пор покупают проводные наушники. Хотя, казалось бы, есть огромное количество разных беспроводных. Это идеальное соотношение цены и качества звука. Особенно, если мы говорим про супербюджетный сегмент. Потому что такое качество звука вам не смогут дать ни одни беспроводные наушники за 5-6 долларов. Да, конечно, есть дорогие наушники типа Apple AirPods. Но, опять же, из разных ценовых диапазонов даже сравнивать эти модели смысла никакого нет. Как вы уже видели, провод от наушников KQZ не имеет микрофона. Потому что у меня уже есть провод с микрофоном от наушников TNR. Они абсолютно идентичные. И лично вам, если вы покупаете к смартфону, я рекомендую все-таки брать версию с микрофоном. Потому что для плеера, конечно, пойдет версия без микрофона. Но вот в реальной жизни пользоваться проводом без микрофона со смартфоном, с ноутбуком бывает зачастую вообще неудобно. Тем более, разницы в цене фактически нет. Визуально отличия в корпусе между наушниками есть. Но в плане эргономики претензий нет. Наушники KQZ также мне понравились по эргономике. Прекрасно сидят в ушах. Это вот крепление мне очень нравится за ухом. То есть плотно сидят наушники. Они не могут никогда вывалиться у вас куда-нибудь укатиться, как многие беспроводные наушники. Не очень качественные. У меня бывал такой опыт. Поэтому в плане эргономики наушники прекрасные. Что касается качества звука. На максимальной громкости, конечно, музыка будет слышна окружающим людям. Но не так сильно, как в наушниках открытого типа. Эти наушники я долго сравнивал между собой. И для меня самое удивительное, что наушники от компании TNR, как по мне, оказались чуть менее качественные по звуку, чем наушники от компании KQZ. При том, что они стоят в два раза дешевле. Что касается качества звука, то, наверное, это самые крутые наушники за 7 долларов. Которые я, в принципе, могу вам к покупке порекомендовать. Потому что лично я не знаю ни одной другой модели вот такого плана, которая может хотя бы наполовину выдавать такой классный, громкий, сочный и чистый звук за такие деньги. Ссылочку на эти наушники я оставлю в описании. Конечно, мне бы было приятно такую модель положить под елочку. Но даже если вы подарите ее через месяц, все равно, я думаю, человек, который получит такой подарок, точно останется доволен. Ну а для меня лучший подарок будет ваша подписка на канал, лайк под этим видео и любой комментарий для продвижения. В целом же, если говорить про конкретно этот год на моем YouTube-канале, как он прошел, людей становится больше. Это мне нравится. То есть люди адекватные, приветливые, вежливые. Как вы уже заметили, я читаю почти все комментарии, стараюсь всем отвечать, помочь с чем-то разобраться. Если какие-то комментарии, ребят, до меня не долетают, у меня еще есть Instagram. Пожалуйста, мой директ всегда открыт, есть Telegram-группа, подписывайтесь, буду рад вам везде. В общем, поднимаю эту чашку горячего латте за вас, ребят. В новом году желаю всем наикрепчайшего здоровья и только приятных покупок. С вами был Антон, до встречи в 23-м, пока.